Встреча рода Представители и встретились в селе Пластунка. Именно отсюда тянутся сочинские корни фамильного древа старинного грузинского рода. Ведь переселенцами из Кутаевской губернии основано село еще в конце 19 века. В прошлом семья чхатьяне произошла из-за одной семьи. Но это в далеком-далеком прошлом. Наши предки сюда переехали очень давно. Мы здесь живем, я лично здесь живу, в четвертом поколении. У меня дед здесь родился, отец здесь родился, я родился, мои дети, мои внуки. Борис Чхетяний и стал главным инициатором и вдохновителем родовой встречи. Это не только мне нужно, это нужно всему нашему роду. Ну а я это делаю для того, чтобы люди не терялись. Люди не терялись своих традиций. Люди должны бы общаться. Люди общались, делились новостями, обменивались адресами, заново открывали друг друга. Большая встреча большого фамильного круга была наполнена невероятным теплом. Теплом родового союза. Неизримо, но прочно и соединяют его кровные узы. Прошло пять лет, к новой встрече все готово. Постамент для общего фото венчают родовые святыни. Прежде чем попасть сюда, они проделали большой путь, о чем речь впереди. А место действия тоже – село Пластунка, живописный уютный уголок отдыха Сочинского картодрома. Борис Владимирович Хитяний по-прежнему здесь директор. И по-прежнему он же главный организатор и вдохновитель очередной встречи родовой. Борис Владимирович, ну вот незаметно пролетело пять лет, и мы снова здесь. А что изменилось за это время? Изменилось, конечно, многое. Но главное осталось, что мы очень хотим видеть друг друга. Мы договорились сразу изначально, что каждые пять лет будем встречаться. За эти пять лет из тех людей, которые были у нас в те разы, не очень много, но ушли. Возрастные ушли. Даже молодежь. Это проклятый рак скосил многих людей. Но зато родились новые люди. У меня родилась внучка. Третья. Третья. У Зурика родились внуки. И многих, многих, многих. И пополнение, конечно, в роду нашем Чехитяновском есть. Мы этому очень рады. Борис Владимирович, ваше имя хорошо и известно в городе. Вы немало сделали для его развития, для воспитания подрастающего поколения. Ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, что в роду Чехитяне еще немало достойных имен. Ой, конечно, конечно. У нас, в нашем роду врачи, инженеры, прекрасные архитекторы, люди, занимающиеся бизнесом. Во всех сферах прекрасные рабочие и прекрасные водители. Я могу похвастаться своими учениками, которые прошли школу картинга. Это же отличнейшие водители. Они работают. Среди них много дальнобойщиков. Среди них много нормальных, прекрасных людей. 30 лет в следующем году будет картодром. Которым вы рукоадите, да? Который я, можно сказать, построил изначально и до сих пор здесь. Много детей прошло через наши руки. Много чемпионов. Вот этот водитель Формулы-1 Квят, Данил, он вырос на сочинском картодроме. И первое место в своей жизни в картинге занял на сочинском картодроме. При вас? При мне. Я его награждал. Здесь я помню это. Он был прекрасным, хорошим, молодым человеком. Говоря о знаменитых именах, нельзя вспомнить еще одно имя знаменитого певца? Да. Наш знаменитый певец, наш знаменитый Григорий Викторович Лепс. Прославил наш город. Дай бог ему успехов. Прекрасно работает. Мы его приглашали сюда. Мама его приглашала. Но он такой занятый человек, что... Но мама-то обязательно ему расскажет. Мама-то расскажет, да. Мама его здесь, с нами. Мы любим друг друга. Мы так рады, что все встретили. Господи. Неспешно собирались гости. Это жители не только села Пластунка, но и разных районов Большого Сочи. В обыденной жизни не очень часто доводится встречаться. Заботы, проблемы, дела, которые всегда ждут. А тут объятия, улыбки, счастливые лица и никуда не надо торопиться. Впереди целый вечер в кругу родных и близких, порой пусть и очень дальних, а может даже незнакомых. Так ведь это пока. Георгию Виссарионовичу Чхетяне прийти сюда было непросто. Ему уже под 90, да и здоровье не то. Но это не повод отказываться от схода рода, решил для себя его старейшина. И оказался совершенно прав. Как вы узнали об этом сходе? Да вот мне этот внук сообщил об этом, что вот так и так надо, говорит, пойти все. Я говорю, пожалуйста, какой может разговор. Приятно, когда, знаете, человека как-то или помнят, или что-нибудь такое. Это очень приятно, конечно. Большое дело вот так вот познакомить людей. Если каждому прийти в гости, я знаком, что это знаете сколько мы... А тут этот форум собрали, очень хорошо. Как вы считаете, кому больше такие встречи нужны? Людям взрослым, людям старшего поколения или молодым? Вы знаете, ни тем, ни другим не вредно. Не оглянуться назад нельзя смотреть вперед. Мне кажется, и молодым нужно, и это. Ну, больше, конечно, больше пожилым людям, потому что они на жизнь по-другому смотрят. И не этот... А так... Нужен он всем. Всем он нужен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Столы давно накрыты, но никто не торопится занимать места. Внимание гостей сразу привлекают необычные плакаты с необычными деревьями. Рассматриваем генеалогическое дерево, ищем свой род. Свои корни. Да, свои корни, но не находим. А это может быть не ваша ведь? Это надо самим делать, понимаете? Поэтому мы тут немножко... Ну, мы сделаем, это я обещаю. Ну, вообще-то правильно, что существует вот такой вот прям нагляд? Что вы говорите? Конечно. А дети, дети, они же потом даже и не будут знать друг друга. Можете себе представить ситуацию, когда встречаются молодые люди, троюродные, четвероюродные, и влюбляются. Оказывается, они родичи. Это страшное дело. Поэтому это нужно, чтобы дети это знали. В кроне любого генеалогического дерева причудливое переплетение времен и имен. Каждая из них его маленькая веточка. Составление родословное дело непростое. Это отлично знает Зураб Чхитиани. Человек, он занятой, работает директором фирмы. И никто не обязывал Зураба Сергеевича заниматься родословными. Но он занимается. С одной стороны, это очень интересно. С другой, очень нужно всем, кто хочет знать как можно больше о своей фамильной истории. В прошлый раз вы приходили с родословной, с Сверонучной, изготовленной. Вот так вот она, кстати, выглядела. Давайте вспомним. А сегодня она выглядит несколько иначе. Это тоже благодаря вашим усилиям вот здесь появились эти плакаты с родословными? Но мы, это дело общее. Это спасибо даже тем ребятам, которые работают в типографии, которые набрались терпения. Не так это просто. Это не два-три человека. Это надо всех найти. Это все благодаря, опять же, это труд коллективный. Вас отличает тоже трепетное отношение к памяти предков. Откуда это у вас? Вы знаете, это спасибо родителям, спасибо дядь Боре, которые старшему поколению, которые успевают за свою жизнь оставить в наших сердцах самое настоящее. Это семью, память о семье. Я думаю, что вот это самое главное. Ради этого все и делается. Я знаю, что вы еще побывали в особенном путешествии. Да, ездили на историческую родину. Вы первый раз были там? Да, я был первый раз вместе. Село Родовое Паре. Туда мы с удовольствием поехали. Слава Богу, тоже погода хорошая была. Очень нам повезло. Повстречались с родственниками. Самое прекрасное время, которое мы провели вместе, вот это какое-то отложило. Я после этой поездки, скажу вам честно, просто долго не мог в себя прийти. В это автопутешествие отправилось 9 человек. В их числе и супружеская пара Анзор и Лидия Чхитиани. Они тоже впервые побывали там, откуда свое начало берет древнейший грузинский род. Сванетти – это непередаваемые впечатления. Башни тысячелетние, вообще вот эта природа, горные реки, минеральная вода, бьющая из скал. Практически в каждом дворе. Да, ну и, конечно же, те люди, которые выходцы из села моего мужа, вот из родового, из села Пари, ну, как наши однофамильцы, но приняли нас как самых близких, теплых родственников. Честно говоря, много вещей, которые нас поразили, обрадовали. Прежде всего, это вот действительно то тепло, которое мы почувствовали от наших дальних, но оказывается очень близких по духу родственников. Это была первая поездка, я надеюсь, что не последняя, потому что впечатления, которые были получены, вот действительно это на всю жизнь останется. В этот день на своей исторической родине смогли побывать участники родового схода. Ведь в реальности не у каждого есть такая возможность. И превратилась одна из больших беседок уголка отдыха в небольшой кинотеатр. Здесь и демонстрировался результат того путешествия, любительский фильм. О его создании, кстати, позаботился Зураб Чхитяне. Участники поездки без устали снимали все. Красоты Сванетти, старинные монастыри, храмы, незабываемые встречи на гостеприимной земле. Земле предков, такой далекой и близкой. А инициатором этого путешествия стал, конечно же, Борис Чхитяне. Избылась общая мечта о том, чтобы частица родового грузинского села Пари была и в родном российском селе Пластунка. Мы были в своей церкви. У нас есть своя фамильная церковь. Построена она еще два века тому назад. Короче, в 1750 году она построена. И мы оттуда привезли освященную икону, освященные знамя и освященный вымпел нашего чхитянского рода. Мы привезли еще маленькие иконы нашего рода. И в каждой семье она будет. Такая освященная икона. Когда мы ехали сюда, я обратил внимание на строящуюся церковь. Наша тоже имеет к вам самое прямое отношение? Самое прямое отношение имеет. Дело в том, что проектировал ее тоже наш чхитяне. Тот, который знакомился с культурой возведения таких культовых сооружений по всей Грузии. И теперь мы ее строим. Каждый понемногу вносит свой вклад. И после сдачи его в эксплуатацию в этой церкви будет один угол отдан нашей фамилии. Там будет стоять атрибутика нашей фамилии. Именно там и будут вечно храниться эти родовые святыни, освященные на родовой земле. Ну, я знаю, что есть ваше участие и в том, что появился здесь и мемориальный комплекс. Мемориальный комплекс – это наша гордость. Это наше все. Дело в том, что у меня самого отец, фронтовик, раненый. К счастью, он пришел с фронта. А сколько сотен людей из нашего села, наших грузин, не вернулось в бою. Много вернулись, потом умерли. И мы, вот, энтузиасты, собрались во главе с Вахтангом, во главе с Кобой Марусидзе. Ребята, и не только они, они являлись как бы двигателями. И что там греха таит, основными финансистами в строительстве мемориального комплекса. Там поставили памятник нашим великим полководцам. Если будут там кое-какие-то доделки, стараемся доделать. И у нас получился изумительный мемориал. Изумительный. Мы гордимся им. Это при въезде в наше село. И за счастье иметь такой мемориал. А возвращаясь к встрече, подчеркню. Не все приглашенные смогли приехать. В силу обстоятельств не было и гостей из Грузии. И все-таки они здесь были. Незримо. И не только они, но и другие представители рода Чхетяни, живущие далеко за пределами Сочи. Ведь интернет-телевидением в режиме онлайн. Транслировалось все происходящее здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выступление ансамбля «Иверия» стало прекрасным подарком всем участникам родового торжества. Концертная часть плавно перешла в застольную. А за общим столом одинаково комфортно было всем, и взрослым, и детям. Именно так и бывает в хороших, дружных семьях. А это и есть семья. Просто очень большая, она ведь родовая. И в ее составе еще немало семей других, давно состоявшихся и молодых. Григорий, когда мы с тобой встречались пять лет назад на этой встрече, ты был, еще не был главой семьи. Я не буду спрашивать об изменениях, которые прошли за эти пять лет, они все налицо. Представь, пожалуйста, свою семью. Это моя супруга Анечка. Это моя старшая дочка Зарина. Родилась она в 2013 году. Ей уже три года будет, скоро, в октябре. Это моя младшая дочка, ее зовут Медея. Ей буквально три месяца, будет 27 числа. Ну, вы молодцы. Останавливаться на достигнутом не собираетесь? Нет. Нет, пока нет. Ну, чего мы вам искренне желаем. Ваша фамилия-то теперь как? Моя Чхитяня. Чхитяня. А теперь вы тоже представитель рода Чхитяня. С чем вас можно и поздравить. Вам вот на таких встречах доводилось бывать когда-либо? Нет, первый раз. Я в восторге. Что больше всего поразило, удивило? Ну, то, что такая вот большая дружная семья. Огромная. Что все так сплоченные вместе. Очень приятно. Это редкость на сегодняшний день. Организовывать такие встречи не так уж и просто. Дело это затратное и хлопотное. И одному с ним справиться было бы нелегко. Но хранитель старых родовых традиций и создатель новых, неутомимый Борис Чхитяня, справился. Потому что не один. У него были и есть помощники. Верные и надежные. Они ведь тоже из рода Чхитяня. Мне очень много помогают. Ну, весь. Все ребята. Все ребята воодушевлены. Всем миром, да? Всем миром, да. Всем миром. Одному тяжело это. Вот. Ну, вот в этом году второй раз занялся я этим делом. Следующую пятилетку, я надеюсь, они молодые ребята. Кто-то из еще одной семьи возьмет это на себя. Слава Богу, место у нас есть, где собираться. Дорогие друзья, сегодня собираются Чхитяня. Может быть, завтра соберутся наши дорогие друзья с другой фамилией. Вы знаете, сколько обретаешь новых людей, новых друзей. Это богатство. Самое настоящее духовное богатство. Объединяйтесь, собирайтесь. Вместе хлеб сольте. Это большое, хорошее дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин